Здесь есть все для будущих чемпионов. Новая ледовая арена в Сызрани отвечает самым строгим современным требованиям. Здесь есть даже специальные залы для тренировок людей с инвалидностью. Юные спортсмены от этой площадки в полном восторге. Раздевалки вообще отличные. Лед вообще супер. Лучше. Строительство уникального для Сызрани спортивного объекта стартовало в мае 2014 года по поручению главы региона Николая Меркушкина. Финансирование велось за счет частных инвестиций. Губернатор неоднократно посещал стройплощадку, следил за качеством работ. И вот сегодня торжественное открытие. Несмотря на будний день в ледовой арене первый аншлаг. Свободных мест в зале нет. Ключ от львового дворца. Юным спортсменам города Сызрани. Ваши аплодисменты. Ледовая арена может трансформироваться в зрительный зал. Если за хоккейными баталиями могут наблюдать около 800 болельщиков, то концерт посмотрит уже почти 2500 человек. С открытием дворца Сызранцев поздравил хоккеист сборной России Семен Варламов. На самом деле я вам всем немножко завидую, белой завистью, потому что когда я начинал хоккей играть, у меня, к сожалению, не было такой замечательной арены. А начинали мы тренироваться командой на улице. Губернатор напомнил, что когда-то Семен Варламов был вынужден уехать из Самары, где не было возможности для полноценных тренировок. Сегодня ситуация со спортивными объектами изменилась кардинально. Мы за три года построили 14 ледовых дворцов разных. И теперь в том числе в Сызране есть все возможности для того, чтобы совершенствовать свое мастерство. Несколькими часами ранее глава региона посетил и строящийся в Сызране физкультурно-оздоровительный комплекс. Его начали возводить в 2014 году. Осмотрев стройплощадку, губернатор высказал свои замечания и пообещал проверить все сметы. Он отметил, что построенный универсальный зал размером 30 на 40 метров не позволяет установить площадку для игр в мини-футбол, а помещение под раздевалки, наоборот, больше необходимых. Директор управления капитального строительства подобные размеры оправдала утвержденным проектом. Послушайте, этот проект можно сделать за неделю. Отрезать и за неделю сделать новый проект. Понятно? Да. И не потратить 40-50 миллионов лишних. В конце дня Николай Меркушкин заглянул в Сызранский драмтеатр. Один из старейших театров Самарской области открыл свои двери в конце зимы после капитальной реконструкции на полгода раньше запланированного срока. Николай Меркушкин лично контролировал ход реконструкции. 5 января глава региона оценил качество работы и сделал ряд замечаний. Сегодня глава области проверил, как строители выполнили поставленные перед ними задачи. В целом губернатор высоко оценил качество работ. В театре уже тоже заметили первые плоды реконструкции. Так на спектаклях зрителей стало почти в два раза больше. Валерия Макарова, События.